Уважаемая Раиса Ахметовна, уважаемая Жанна, уважаемые коллеги и друзья, дамы и господа. 26 лет назад, 12 июня 1990 года, первый съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики принял декларацию о государственном суверенитете РСФСР, в которой было объявлено о решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза СССР. Давайте перечитаем 26 лет спустя. Было установлено, что носителем суверенитета и источником государственной власти в РСФСР является ее многонациональный народ. А суверенитет провозглашается во имя высших целей – обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь и свободное развитие. Всем гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории РСФСР, были гарантированы права и свободы, предусмотренные Конституцией РСФСР, Конституцией СССР. Декларация гарантировала всем гражданам, политическим партиям, общественным организациям, массовым движениям и религиозным организациям равные правовые возможности участвовать в управлении государственными и общественными делами. Было объявлено, что разделение законодательной, исполнительной и судебной власти является важнейшим принципом функционирования РСФСР как правового государства. РСФСР заявила о приверженности общепризнанным принципам международного права и о своей готовности жить со всеми странами и народами в мире и согласии. Было объявлено о начале конституционной реформы и разработке новой Конституции РСФСР. Это было время надежд, время избавления от политической монополии, время освобождения от страха, время осознания новой эпохи, от которой ждали главного – свободы. Мы все стали частью широкого демократического движения, в силу и успех которого абсолютно верили. Словосочетанием, которое объединило всех нас тогда, стали слова «демократическая Россия». Мы стали ее строителями. Четверть века спустя мы живем в совершенно другой стране, где все эти высокие слова написаны на бумаге, все эти права закреплены в Конституции, но жизнь развивается по совершенно другому пути. Пути несвобода. Борьба за свободу в такой стране может стоить жизни. 27 февраля 2015 года в Москве у стен Кремля был убит Борис Ефимович Немцов. Это было чисто политическое убийство. Бориса Немцова убили за его политические убеждения, за его публичную гражданскую позицию. Единственной целью заказчиков этого преступления было заставить Немцова замолчать, потому что слово «свободного человека» страшнее всего для государства несвободы, лжи и насилия. Это убийство будет в полной мере расследовано только в свободной России. Честный приговор по этому делу может быть вынесен только независимым судом, которого сегодня в нашей стране нет. Часто говорят, что к свободе невозможно прийти без жертв. Я с этим не согласен. Для свободы необходимы труд, мужество, упрямство и порство, энергия, вера в свои силы, терпение, уважение к человеку. И этого может быть достаточно. Жертвы на пути к свободе появляются тогда, когда главным языком общения государства с гражданином становится насилие. Борис Немцов не делал выбор между жизнью и смертью. Он был свободным человеком в несвободной стране. И опричники несвободы решили отнять у него жизнь. В их варварском понимании это соответствует интересам современного российского государства. Их представление о смелости соответствует выстрелу в спину. Родные и друзья Бориса Немцова приняли решение о том, что память о нем должна быть деятельной. Это трудное решение, которое вызывает огромное уважение. Потому что труд во имя памяти – это подвижничество. Премия Бориса Немцова будет каждый год и в первую очередь напоминать о его гибели. В каком-то высшем смысле она всегда будет укором живым. Для свободного общества и демократического государства высшей целью является человеческая жизнь. Если бы мы могли повернуть историю, то единственной достойной причиной для этого было бы спасение погибших. Но даже Бог не может этого сделать. Нам остается только деятельная память. Деятельная память может помочь тем, кто жив. Она может бороться за мир и противостоять войне. Может остановить насилие. Может защитить человека. Деятельная память – это продолжение жизни. Очень многое произошло в нашей стране после гибели Бориса Немцова. Я считаю своим долгом сказать сегодня про мемориал памяти Немцова на Большом Москворецком мосту, который стал примером ежедневного гражданского сопротивления государственному беспамятству. Беспамятство является одним из условий несвободы. Людям, которые оккупировали сейчас российское государство, необходимо, чтобы Бориса Немцова забыли. И в первую очередь забыли его гибель. Само это место на виду Кремля, которое внезапно стало вторым лобным местом в центре Москвы. Это место на мосту стало символом всей российской современной политической жизни, когда до Кремля рукой подать, а защитить человека некому – и до смерти четыре шага. Ну, но нельзя. Нельзя уйти с этого моста. Мы пришли к такому моменту в истории нашей страны, когда власти категорически не согласны назвать мост в одной столице именем погибшего гражданина, который боролся против войны и был убит на этой войне, не пролив ничьей крови. Но готовы назвать мост в другой столице именем другого погибшего, на руках которого кровь многих жертв войны. Тот, кто боролся за мир, в том числе 23 года назад, по мнению российских властей, не заслужил государственной памяти. А тот, кто был частью этой войны, в том числе 23 года назад, заслужил. Это и есть свидетельство о политической смерти российских властей. Только два депутата Государственной Думы России почтили вставанием память Бориса Немцова в зене его гибели год спустя. Такова сегодня пропасть в нашей стране между властью и народом. Преодолеть эту пропасть пытался Борис Немцов. Он не смог пройти по этому мосту до конца. Мы должны это сделать. Я чрезвычайно тронут решением попечительского совета фонда Бориса Немцова. Передо мной стала задача, как распорядиться премией фонда. Премия должна работать для гражданского общества, для свободы и демократии в нашей стране. Сегодня я объявляю о том, что средства премии будут пожертвованы команде 29, правозащитной гражданской группе молодых юристов во главе с Иваном Павловым. Вместе с ними мы обжаловали Верховным Суде России указ Владимира Путина о засекречивании военных потерь в мирное время, вызванной по нашему убеждению необъявленной российско-украинской войной. Эта команда добилась прекращения уголовного дела в отношении Светланы Давыдовой, защищает политического заключенного директора библиотеки украинской литературы в Москве Наталью Шарину, политического заключенного Геннадия Графцова, защитила Людмилу Савчук, защищает Надежду Кутепову и группу подростков-диггеров в Москве. Эти молодые люди – защитники права перед беспределом, защитники гражданина перед призволом государства. Они работают для свободы и демократии в нашей стране. Я доверяю им премию фонда Париса Немцова. Отчет о расходовании средств премии будет публичным. Цифра 29 в названии этой команды – это не возраст, хотя эти люди очень молоды. Это номер статьи Конституции России, согласно которой каждому гарантируется свобода мысли и слова, не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную ненавистью вражду, запрещается пропаганда социального, расово-национального, религиозного или языкового превосходства, никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказывать от них. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается. Все это начиналось в нашей стране 12 июня 1990 года. Для этого жил и работал Борис Фомич Немцов. В Конституции это получилось. В жизни, к сожалению, нет. Но мы не будем останавливаться. Мы будем идти дальше по этому мосту, ровно с того места, на котором фарвары и трусы остановили Бориса Немцова. Свобода сильнее несвободы. Она передается нематериальным способом, для которого пределы человеческой жизни не являются ограничением. Дыхание свободы разрушает стены несвободы. Когда человек дышит свободой, его невозможно победить. Я верю, что премия фонда Бориса Немцова будет вручаться в Россию. Потому что Россия будет свободной. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ